Наступила весна, сегодня 29 апреля, земля уже подсохла и можно уже готовить ее к обработке. Но сначала приведем землю в порядок. Видите, сколько много сорняка. Делается это просто. Берем лопатку, поддеваем траву, она выходит легко, очищаем от земли и складываем в ведро. Прополк сорняков закончен, теперь огород чистый. Можно его начинать культивировать мотоблоком. Сегодня 30 апреля, мы начинаем культивировать огород. У нас есть мотоблок Салют-100, китайский вариант. Чтобы качественно обработать землю, фрезы вот эти должны полностью утопать в земле. То есть, если они будут утопать в землю наполовину, то при последующей операции, как посадка картошки при помощи окучника, окучника не будет заходить в землю полностью и грядки получатся не очень глубокие. И картошка в таком случае может оказаться на земле, то есть позеленить от солнечных лучей. Поэтому, если вы хотите, чтобы у вас не было проблем при дальнейшей посадке картошки при помощи мотоблока, фрезы должны полностью утапливаться в землю. Такая обработка намного медленнее, чем если фреза будет утопать наполовину в земле, но зато она качественная. Субтитры сделал DimaTorzok Сегодня 5 мая. Огород полностью прокультивированный, готов к посадке картошки. Погода позволяет, поэтому приступим к посадке картофеля. На мотоблок мы прицепили грунтозацепы, окучник и в принципе все. Грунтозацепы стоят вот этими ромбиками вперед, чтобы лучше зацеплялась землей. Огучник раздвигаем крылья максимально, чтобы борозда была как можно шире. Как мы готовим картофель к посадке? Вот я подготовила к посадке ранней картошки. Обрызну ее престижем от жука и проположника. И обсыпала золой для того, чтобы были кальциевые удопления. Грядки будем разлиновывать специальными граблями, которые мы сварили сами. Расстояние между штырями равно 70 см, чтобы было удобно обходиться и обрабатывать картофельные кусты. Сейчас мы вот этими граблями нарисуем линии по всему огороду. Субтитры создавал DimaTorzok Вот таким образом режем грядки по всему огороду. Закладываем в нее картошку через 35-40 см. И потом будем проходить между грядками и запахивать полностью землю. Картошка перед посадкой обрабатывается средством престиж от колорадского жука и посыпается золой. В крайние грядки картошку забросили. Теперь можно ее запахивать. Для этого ставим мотоблок между грядками и он будет окучником заваливать левую и правую сторону грядки. Так будем ходить по всему огороду и засыпать картошку. Картошка посажена вся. Вот за три часа с перерывами на чаепитие мы посадили вдвоем вот такой огородик. Когда придет время окучивать картошку, то землю надо будет откуда-то подсыпать. И лучше ее подсыпать с ровной поверхностью, а не из грядок, потому что будут еще больше траншеи. Такие грядки будут нужны во время окучивания картошки, чтобы клубни росли в земле. И на них не попадал солнечный свет, иначе они позеленеют. Так что граблями, не спеша, можно пройтись по грядкам, разровняв их. Огород выровнен. Вот так он выглядит. Напоминаю, сегодня 5 мая. Картошка посажена. Теперь ждем, пока она взойдет. Сегодня 23 мая. Погода стоит хорошая. На улице тепло. Вот видите, картошка уже взошла. Ширина грядок очень удобна для их окучивания мотоблоком. За это время, между посадкой и сегодняшним днем, прошло несколько дождей. Поэтому она выросла так быстро. И погода стоит довольно теплая, что тоже способствует ее быстрому росту. Вот с этой стороны мы уже начали ее немножко тяпать. Заодно, разбивая землю после дождей, на ней появилась корка. В этой стороне еще не тяпали, но тоже скоро протяпаем. Теперь ждем. Жуков, видите, пока еще нет. Теперь ждем, пока она вырастет, и будем ее окучивать. Сегодня 26 мая. Вся картошка полностью взошла. Вот она стоит ровными рядами. Один раз мы ее успели уже протяпать. Поэтому на огороде нет ссора. Сегодня 10 июня. Картошка за месяц подросла. Вот видите, уже большие кусты. И в это время ее пора окучивать. Иначе, если протянуть еще одну неделю, она вырастет настолько, что между рядами нельзя будет проехать, не поломав кусты. Тем более, недавно прошел дождь. Земля должна быть. Вот земля сверху подсохла, а внутри влажная. И как раз сейчас самое оптимальное время для окучивания. Таблок подготовили для окучивания. Поставили узкие грунтозацепы металлические. Окучник однорядный. Крылья раздвинули максимально широко. Даже сделали небольшую пластину специальную. Многие специалисты говорят, что лучшее окучивание происходит дисковым окучником. Это такие два диска. Вешаются на сцепку. И они регулируются таким образом, чтобы максимально удобно приваливать к корням картофеля землю. Но это оборудование, дополнительное оборудование, стоит денег. Тем более, вот таким окучником я окучиваю уже несколько лет. Картошка от этого меньше не становится. Поэтому я не вижу смысла покупать дополнительное оборудование. Сейчас на первой скорости. Поеду я между рядами. И буду приваливать землю к грядке с картофелем. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова На сегодня закончена. Вот что из этого получилось. Борозды. И земля, приваленная к кустам картошки с двух сторон. Оставшиеся два месяца до сбора урожая надо будет бороться с жуками, собирать их или травить. Полоть сырники, потом косить ботву и убирать урожай. Выкапывать картошку. Все это вы увидите чуть далее. Сегодня 22 июня. На улице жарко. Картошка начинает активно цвести. Вот у нее цветочки появляются. В это же время вылупляются личинки колорадского жука. Вот они так выглядят. Маленькие, красненькие, прожорливые существа. Это значит, что картошку нужно обрабатывать обязательно. Если вы пару дней упустите этот момент, то через три дня уже точно вместо листьев здесь будут одни палочки. То есть лист они съедят буквально за три дня съедят вот этот куст. Вот эта куча жучков. Поэтому нужно обязательно наводить раствор и опрыскивателем проходить все посаженные кусты. Опрыскивать. Собирать их нет смысла. Они настолько мелкие, что их, во-первых, и пальцами-то не возьмешь. А во-вторых, если вы, не дай бог, пропустите какой-нибудь куст, то через два дня от него уже ничего не останется. Поэтому за этим моментом надо следить, его не пропускать и обязательно обрабатывать картошку от личинок колорадского жука. Вот таким образом обрабатывают картошку от жука. Грядку за грядкой, проходя весь огород. Если лето жаркое, редко идут дожди, можно устроить искусственный полив. Подсоединяйте шланг к водопроводу, вытаскивайте его на картофельное поле и перемещая столбик с места на место, поливальную установку, поливайте весь огород вот такой. Огородик небольшой можно полить за два дня, чтобы земля пропиталась влагой. Я думаю, на обед вот этих пять кустов хватит, через пару недель, когда она подрастет, можно будет еще выкопать. Ну а потом в конце августа уже убирать урожай. С нескольких кустов набрал ведро картошки. Картошка неплохая, довольно крупная. Я думаю, что в этом году урожай будет хороший. А этого ведра хватит нам недели на две, наверное. В конце августа ботва картофеля подсыхает. Вот, высохла совсем полностью здесь. Ее надо срезать, чтобы легче было убирать урожай. Ботву лучше с огорода удалить полностью, потому что она будет потом просто мешаться. Так легче ее будет утилизировать. То есть вот такие тележечки. Накладываешь и увозишь ее куда-нибудь в овраг ближайший утилизируешь. Или можно потом в кучу ее высушить и сжечь. Значит, убирать ее можно руками, срезая сегатором, если участки небольшие. Если большие, для этого можно использовать триммер. То есть просто ее скосить, а потом граблями собрать в кучу, высушить и после урожая сжечь. На этом участке посажена картошка несколько сортов. Ранее, среднее, позднее. Поэтому такое неравномерное засыхание ботвы. Одни кусты уже высохали совсем, а вторые еще стоят зеленые. Зависит от сорта картофеля. Убирать картошку надо в сухую погоду, потому что если ее намочить дождем, она будет грязная. И процесс ее уборки будет не такой комфортный, как если бы это было в сухую погоду. Поэтому нужно смотреть в последних числах августа, нужно смотреть за прогнозом погоды. И лучше выкопать на один день пораньше на сухую картошку, чем потом выкапывать ее грязную. Осенние дожди бывают в затяжне. Иногда идут по неделе, или по две, или по целому месяцу. И так случается, что некоторые сельчане выкапывают картошку уже из грязной земли. То есть у них нет времени дожидаться, пока кончатся дожди, потому что, например, уже конец сентября, а прогноз погоды неблагоприятный, например, еще две недели дождей. Поэтому они не ждут хорошей погоды, и выкапывают ее в грязь. Так что здесь, конечно, лучше выкопать на два дня ее пораньше, но зато она будет лежать чисто и сухая, чем потом ее долгое время сушить, раскидывая где-то в гараже или сарае. Поэтому в конце августа нужно уже следить за погодой и выбирать один день для уборки картофеля. Таким образом, грядка за грядкой, мы очищаем всю картофельную плантацию от ботвы, готовя тем самым ее к уборке. Вот перед уборкой огород должен выглядеть вот так, чисто, без ссора. Сегодня 25 августа, теплый субботний день, и пришло время выбирать картофель. На мотоблок мы прицепили большие грунтозацепы повышенного диаметра и картофельный выкапыватель. Вот такой. Так он выглядит, продается в магазинах. Сейчас поставим, ну вот эти колеса пойдут между грядок, картофельный выкапыватель поставим напротив грядки и на первой скорости будем выпахивать одну грядку за другой. Чтобы картошка не резалась грунтозацепами, будем выкапывать грядки через одну. То есть первая, третья, пятая и так далее. Весь огород. Потом уберем эту картошку и выпашем остальные грядки. Вот распахал грядочку. Картошка неплохая. В земле ничего не остается. Вот таким образом сейчас будем обрабатывать весь огород, собирать урожай. Вот смотрите, какая картошка. Синяя. Темно, даже не синяя, а фиолетовая разрезалась. Вот какая. Сорт называется Темная ночь. Вот так она выглядит. Интересно, какого цвета она будет при варке. Вот такой урожай в этом году. На нашем огороде посажен несколько сортов. Темная ночь, санте, красного, картошка цвета и лорх. Ну, они примерно все одинаковые. Красная, конечно, размером побольше. Ну, и белая, вот тоже неплохая. Это санте, тоже неплохого размера. Вот смотрите. Видите, какие экземпляры попадаются. Неплохая картошка в этом году. Несмотря на засушливое лето. Сорт красной картошки называется Розара. Вот тоже неплохой сорт красного картофеля. Называется Малиновка. Ровная, крупная, гладкая, чистая картошка. Урожай собран. Этого объема хватит нам до нового урожая. Мотоблок Салют, широкие грунтозацепы, косой плуг. Все готово к спашке. Мотоблок Салют, широкие грунтозацепы. Вот таким способом можно перепахать огород, чтобы получились гребни для весеннего снегозадержания. Подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии. Смотрите новые видео. До новых встреч.